всем доброе утро у нас на часах пол девятого я уже проснулась приняла душ и хочу сейчас делать кексы на кефире рецепт есть на моем канале мы сегодня поедем в гости к моему крестнику саша пока у моих родителей они его забирали на выходные но скоро папа его должен привести и мы поедем в гости потому что давно договаривались но то они болеют то мы болеем и мы никак не могли собраться в общем сейчас делаю вкусняшки чтобы взять с собой и приедет саша соберемся и поедем я помыла голову нанесла уход и сегодня маску не делала не знаю как то у меня сегодня нет настроения на маску у меня здесь барсик на стуле вредничает вот так что сейчас по быстренькому буду готовить мне нравится то что они получаются очень быстро очень вкусные если еще не видели рецепта я вам ссылочку оставлю обязательно приготовьте потому что очень просто и очень вкусно так ну что пойду готовить и потом к вам вернусь так у меня здесь мультиварки вчера варилась свекла на ночь еще горячие буду доставать буду наверно делать с чесноком с маслом и грецким орехом вот потом достану и сейчас уберу и начну готовить так ну что кексы готовы эти вот просто без начинки сюда я положила по кусочку зефира но он так вздулся вылез видите теперь дырявый кекс и не знаю что там внутри получится посмотрим просто решила проэкспериментировать надеюсь что получится вкусно хотя не очень симпатично посмотрим а вот эти они без ничего они отлично для деток подойдут потому что полностью все натуральное никаких добавок здесь просто мука кефир сода растительное масло мед немного сахара все то есть быстро вкусно у меня саша очень любит эти кексы поэтому посмотрим но вот здесь что получится не знаю чего этом напортачила пакую подарочки так кексики в контейнер немножко сахарной пудрой присыпала так и крестнику тут вот такой вот рисуй светом мы и саше такой покупали он 6 плюс но он даже для маленьких подойдет здесь идет трафарет с буквами дальше он у нас любит собирать пазла такие пазла недостаточно крупные 60 штук поэтому ему 7 будет и не любит сильно мелкие собирать пазлы еще не усидчивый ребенок первый класс поэтому такие вот они не мелкие и дальше марк формель я взяла ему такую вот пижамку не дома бегать если захотят можно и спать в ней вот с таким викингом и баечку немножко пошились вот такую баечку она идет без замка здесь такой карман кенгуру на весну вообще будет гонять с удовольствием я думаю она не тонкая не толстая вот на весну на раннюю осень под жилеточку можно даже классно мне понравилось и такие хорошие здесь завязочки манжетики в общем вот такие вот подарочки еще он у нас любит черепашек ниндзя я начала вязать но к сожалению я не успеваю поэтому черепашка ниндзя отправиться к нему чуть попозже немного не подрассчитала я время силы и не успела ее связать но я надеюсь что знает об этом поэтому будет ему такой небольшой сюрприз чуть попозже гуляем все пойдем так мы гуляем ходили мужу за джинсами на мама в айкики купили джинсы он поехал по делам а мы с сашей сходили в эти дети теперь идем домой погода у нас сегодня супер солнышко морозец такой небольшой но солнышко и очень даже тепло саш тут бегает не энергии хоть добавляем у нас тут очень скользко он поскользнулся ладно пойдем домой потом к вам вернусь поделюсь с вами небольшими покупками в этом влоге купила себе наконец-то новую сковородку петергов империал сказала продавец что самое лучшее всех представлены 26 сантиметров она у меня идет в диаметре стоило 37 рублей 50 копеек что такое сейчас вам ее крови но она достаточно тяжелая нет принципе сковородки петергов нравится у меня предыдущая вот так она выглядит здесь получается защита на крышку обычная такая крышечка и вот сама сковорода здесь идет такое рифленое покрытие как соты она достаточно увесистая тяжелая с высоким краем тоже будет удобно даже что-то потушить например тушеную капусту тушеные овощи ручка такая гладенькая как под силикон но твердая но скользить я думаю не будет приятной на ощупь и вот так с обратной стороны на улице вообще нравится мне эти сковородки пробую каждый раз новую модель пока наверно год или полтора мне предыдущая прослужила единственно что она потемнела она была серая и вот это вот видно то ли впитала в себя когда готовишь то ли что она потемнела это взяла черную посмотрим из продуктов в магазине хит я взяла вот такой вот чай гринфилд мелиса мне нравится он 29 идет пакетики здесь 25 пакетиков дальше саша взяла вот три таких сырочка тоже кстати вкусные сырки они у нас идут по 57 копеек за три штучки творог 5 процентных по 95 копеек одна упаковка в упаковке 200 грамм и потом потом рубль 39 нарезан так и виталюр виталюр я взяла две упаковки хребтов будем с вами готовить очень вкусный суп я наверно сниму отдельным видео на канал для тех у кого детки не едят рыбку вот этот суп супер просто это у нас хребты семги здесь у меня 500 грамм стоит 579 за килограмм и 2 2 упаковочка здесь у нас идет 660 грамм тоже я обычно не экономлю я сразу упаковку добавляю в суп кастрюлю мне идет 3 литра дальше сыр российский тоже по акции 899 за килограмм в суп нам понадобится плавленый сыр решила взять вот такой вот ласковое лето рубль 55 за такую упаковку то у меня там саша на заднем плане прошу прощения 170 грамм бананы саша любит бананы муж любит бананы я в принципе добавляю выпечку бананы рубль так 279 за килограмм конечно цены на банан у нас выросли и решила себя побаловать взяла себе вот такой вот икс 79 копеек с чайком иногда можно вот вот такие вот небольшие покупочки у меня были сегодня как отмечаем день рождения мужа по скромному у нас здесь пицца салат перец пекинская капуста крабовые палочки бутерброды здесь разные здесь с авокадо и творожным и саша кривляка авокадо творожный сыр рыбка с лимоном здесь на маской крема вот в общем так не отмечаем особо просто втроем посидим что друзья мы у меня на кухне в общем насмотрелась же ютуба и все поголовно стали готовить рогалики не знаю уже на на видео три или четыре я видела блогеров кто готовит рогалики и решила тоже не отставать приготовить своим мальчишкам рогалики тем более что варенье у нас принципе есть тесто делается легко и мальчишки мои любят выпечку поэтому почему бы их не побаловать так будем готовить вместе с вами и с моим помощником кен водам не могу на него нарадоваться очень довольна спасибо моим родителям за такой подарок на мой день рождения потому что это реальная машина которая облегчает жизнь не нужно стоять теперь мешать самостоятельно это все все закинул ингредиенты она во все смешала до нужной консистенции до стали все готово можно одновременно смешивать тесто нарезать болтам блендере измельчать в общем классная штука поэтому если думаете над покупкой кухонной машины то я вам говорю свое четкое да это классная вещь классная помощница так я наверное сейчас соберу свои волосы в хвост чтоб ничего никуда не попало и приступим с вами готовки и так приступаем готовки что нам понадобится мука сахар молоко у меня где-то около полулитра я все все ингредиенты беру на глаз просто делаем дрожжевое тесто у меня вот такие вот дрожжи сухие магия вкуса называются в принципе они неплохие меня просто муж их покупал но вот я вам как-то показывала другие вот все конечно круче эти принципе тоже подойдут два яйца и сливочное масло либо растительного у меня сливочного мало поэтому я добавлю немного растительного масла в тесто сейчас будем все с смешивать подвину поближе агрегат молоко у меня подогретое я подогрела полторы минуты микроволновки не знаю готовлю первый раз что из этого получится я даже и не знаю если честно сахара сахара я много класть не буду будет сладкое варенье так дрожжи у меня здесь 11 грамм я уже использовала на пиццу половинку начинаю потихоньку смешивать тесто наше готово теперь я беру смоченное в горячей воде полотенцем и накрываю наше тесто ставлю его вместе чтобы не было сквозняков тепло можно немножко подогреть как она называется духовку чтобы она была теплая поставить оставляем наше тесто подходить где-то на час так ну что тесто подошло видите как хорошо сейчас будем его раскатывать так я буду раскатывать сразу наверно на ковриках для выпечки так духовку поставила разогреваться до 180 градусов в качестве джема буду использовать от такой вот клубничный джем мы с вами его вместе делали в одном из логов летом кому интересно я ссылочку постараюсь найти оставить немножко присыплю мукой вот мои рогальки готовы еще одна партия осталась в духовке дожариваться получилось очень много огромная тарелка где-то где побольше варенья конечно тут выступает но очень вкусные барс ну что ты тут как всегда вынюхивает вот такие вот первый опыт принципе удачный посмотрим что скажут мои мужчины